Я Дарья. Мой дом Украина. Я украинка. Родилась и живу тут всю свою жизнь. С самого раннего детства я путешествовала по всей нашей великолепной стране. Здесь я получила образование и начала заниматься творчеством, по сей день совершенствуясь в этом направлении. 24 февраля, утро, 5.00. Звонок мужу от его мамы из Хмельницкой области. И в трубке обеспокоенный голос. «Женя, нас бомбят, город обстреливают, Россия на нас напала». Я слышу это через трубку и меня моментально начинает колотить. Знаете, как будто резко холодеют руки, ноги и невозможно нормально вдохнуть. Изнутри пробирает мелкая дрожь и страх, но еще не до конца сознаешь все происходящее. Примерно такие ощущения меня посещали последний раз, когда у нас в доме был пожар в конце 2020 года. Беспомощность и страх. Я быстро залезла в интернет, но новостей еще не было. Свекровь посоветовала собрать самые ценные вещи. Из-за сумбура в голове я не понимала, что делать и куда бежать. Решили поставить чайник и собраться с мыслями. Начали появляться первые новости. Президент Российской Федерации Путин ранним утром 24 февраля в телеобращении к россиянам объявил о начале специальной операции, как он ее назвал, на территории Украины. Из его слов, причиной такого решения стала просьба властей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик помочь в отражении агрессии Киева. Целью операции он назвал защиту людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, демилитаризацию и деноцификацию Украины, а также предание суду тех, кто совершил многочисленное кровавое преступление против мирных жителей, в том числе и граждан России. За несколько недель до начала войны Россия стянула многотысячный контингент к границам Украины с севера, востока и юга. Появилась информация от США о том, что Россия готовит полномасштабное нападение на Украину. Но тогда, несмотря на репутацию России и ситуацию с Донбассом и Крымом, мало верилось в то, что это действительно случится. Настолько нереальной была эта вся ситуация, хотя, оборачиваясь назад, даже обычные люди, которые внимательно следили за новостями, уже понимали, к чему все идет. Мы же к ним не относились. Территория Украины в тот день начала подвергаться ракетным обстрелам. Страна-агрессор нанесла ракетные удары по центрам военного управления, аэродромам, военным складам в Киеве, Харькове, Днепре и многим другим городам. Если честно, я была в полном шоке. Нас называют неонацистами и бандеровцами. Говорят, что мы притесняем русский народ и тех, кто говорит на русском языке. Но я сама с детства говорю на этом языке. Многие люди из разных областей русскоязычные, но с легкостью переходят на украинский и никогда не слышали оскорблений в свой адрес. Скажу больше, я училась в самом сердце бандеровцев, на Западной Украине, в Ивано-Франковске. У меня было много друзей, никто мне не сказал и слова о том, что я говорю не на украинском. Хотя я переходила на родной язык, но ребята твердили, что я могу говорить так, как мне удобно. Им это совершенно не мешает. Мы часто ездили отдыхать в Закарпатье. Люди относились к нам со всей душой, вне зависимости от того, на каком языке мы говорили. Вообще у нас народ очень добрый и приветливый. Мы всегда готовы помочь, встретить, приютить. Вот только нас нельзя обижать и злить. Признаюсь честно, поначалу было безумно страшно, потому что мы не знали ничего, насколько подготовлена наша армия, подготовлена ли вообще. Вопрос был, выстоим ли мы против второй повеличения армии мира. Я не вникала ранее в политику и не думала, что в 21 веке решаются вопросы посредством такой полномасштабной войны. Нас хотели захватить Блицкрига. Я зашла на страницу инстаграм нашего президента и там было опубликовано обнадеживающее обращение, которое меня уверило сразу. Мы выстоим, мы победим, мы сильные. Зеленский вел военное положение в стране. В обращении к нам он сказал, что уже пообщался с президентом США Джо Байденом и что Вашингтон начал оказывать международную поддержку. Владимир Александрович призвал нас сохранять спокойствие и оставаться дома, без паники. Мы сильные, мы готовы ко всему, мы всех победим, заявил он. Ведомство России отметило, что вооруженные силы РФ никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины не наносят. Угрозы гражданскому населению страны нет. Да, это было только начало. Кто бы мог подумать, что уже через пару дней начнут наносить ракетные удары по жилым кварталам в Харькове и Киеве. Вы только посмотрите на эти кадры. Весь мир призывал Путина остановиться, но он плевал на все просьбы. Начали вводиться полномасштабные санкции против России. Новая история Украины, которая пишется, на наших глазах началась. Кровавая и страшная. Это геноцид всего украинского. Нас хотят попросту стереть с лица земли. Нашу культуру, традиции, наших людей, прикрываясь тем, что нас спасают. Но нас не нужно спасать. Я боялась первые пару дней. Мне было непонятно, страшно, постоянно преследовала дрожь и тошнота. Но потом во мне начали преобладать гнев, боевой дух и разрывной патриотизм, гордость за свой народ. Украинцы сразу знали, что мы не отдадим свою страну никому. Мы начали сплочаться, волонтерить, помогать терребороне, беженцам. Во многих городах, там, где пытались захватить территории по сценарию Донбасса 2014 года, люди выходили на улицы, останавливали танки голыми руками, запрыгивали на них с флагами Украины и невзирая на вооруженных оккупантов, которые опалили по ногам и в воздух. В Херсоне захватчики пытались провести ложный референдум для того, чтобы сделать область Херсонской народной республикой. Классика по сценарию 2014 года. Но люди уже не потерпят такого. Не потерпят ложных новостей актеров, которых завозили ночью с временно оккупированной территории Крыма для того, чтобы снять ролик по сценарию, как мы рады тому, что Россия нас спасает. Но их планы сорвались. Гуманитарная помощь от России никому не нужна. Люди кричали гимн Украины и прогоняли оккупантов. Пытались им внушить, что они тут чужие, их никто не ждал. Чтобы они отправлялись домой. Тактика Блицкрига сорвалась. Украина дает жесткий отпор. Обычные люди забирают технику и сдают русских солдат в плен. Представьте, насколько гнилой власти Кремля плевать на свой народ. Что они посылают парней 2000-2003 годов рождения, как пушечное мясо. А матери многих не дождутся их домой. Россия отказывается забирать тела погибших и не дает живым выбора, идти на войну или нет. Под угрозой тюрьмы или расстрела. Но самое жестокое, что меня поразило, это то, что несмотря на положенные выплаты за смерть русских солдат, а это учитывая страховку и выплату на семью, выходит около 12 миллионов рублей. Россия цинично бросает тут их тела, потому что этому гнилому и лживому режиму, легче указать, пропал без вести, чем привести тело и нормально его похоронить, выплатив положенные законом деньги родным. И Россия так поступала со своими защитниками, как она их называет, все военные конфликты. Стоит ли отпускать, чтобы навсегда потерять своего сына, мужа или брата? Власти РФ дают полную свободу действий, обстрелы жилых районов, убийства мирных жителей. Только посмотрите на этот кадр, где расисты убивают обычного мужчину, который просил не стрелять в него танковым ударом. И это не фашизм, это не геноцид украинского народа. Столько перехваченных звонков, столько задокументированных кадров этих ужасов, которые принесли на нашу землю эти нелюди. Ежедневно нас терроризируют с воздуха, а в особо горячих точках целенаправленно обстреливают театры, школы, больницы, дома и погибают люди. Но даже западу плевать и нам не хотят закрывать небо. Ведь это их не коснулось. Самое ужасное, что Зеленский каждое свое выступление говорит обо всех ужасах, которые происходят, показывает фото, видео. Нам хлопают европейские и американские партнеры, но закрывать небо не собираются. Я каждый раз, когда это слышу, впадаю в шок. Это же не их граждан, в том числе и детей убивают, калечат, лишают домов и грабят. Поэтому они просто сидят и боятся, пока Украина сдерживает все удары. Никогда не думала, что Запад настолько труслив. И я понимаю, что самая смелая страна в мире сейчас это Украина. И те ребята, которые приезжают воевать за нас в других странах. Классика с начала войны. На моем основном канале, когда я написала о том, что происходит в моей стране, меня начали закидывать вопросами про 8 лет Донбасса. Почему мы молчали, когда убивали мирных жителей Донецка и Луганска. Обожаю этих людей, которые отрабатывают свои три рубля и пишут заказной коммент. Или сторонники войны. Или они действительно настолько глупы и повторяют за какими-то недалекими людьми, которые эту фразочку пустили в обиход. Неужели люди не могут почитать и изучить всю информацию? А не только раскидываться этим вопросом, даже не зная, какая у народа нашей страны была позиция все эти 8 лет. Вам гугл забанили, россияне? Хотя скоро уже забанят, чего это я. Я отвечаю сейчас на этот вопрос. Когда все началось, мне было 17 лет. И то, будучи подростком, я не молчала. Наш народ был против этого. Давайте углубимся немного. 28 апреля 2014 года дончане в последний раз вышли на проукраинский митинг. Он перерос в побоище. На колонну под сине-желтыми флагами, с дубинками, петардами, цепями, ножами, травматическим оружием напали пророссийские настроенные люди. Пострадали десятки человек. Утро 28 апреля началось захвата главного офиса приватбанка в Донецке. Парароссийский настроенная толпа сорвала со здания банка украинский флаг, после чего отправилась под облгосадминистрацию. Около 16 часов у спорткомплекса Олимпийский и Донбасс-арены начинает собираться автомайдан, чтобы совершить проукраинский автопробег по городу. Во время автопробега на машины начали нападать. В то же время, они не зная о нападениях на автомайдановцев под стадионом Олимпийский, начинают собираться проукраинский митинг. После исполнения гимна Украины колонна отправляется от стадиона по улице Артема в направлении торгового центра Донецк-Сити. Люди, смотревшие на ходу из окон, приветствовали марш флагами и криками «Слава Украине!». Во время исполнения песня «Воины света» в толпе зажгли фаеры. Песню допеть не удалось. С криками «Россия!» на ходу помчались люди в балаклавах. Они были вооружены битами, газовыми баллончиками, палками, травматическими пистолетами и ножами. Также в украинцев кидают петарды и камни. В какой-то момент раздается взрыв. В толпу бросили светошумовую гранату. После нападения на украинцев по городу мчались скорые, раненым оказывали помощь, асфальт был залит кровью. А на обочинах лежали куски окровавленных украинских флагов. Мы все 8 лет говорили о войне. Мы все 8 лет говорили, что на территории Донбасса российские войска и техника без опознавательных знаков. Ее завозили и обстреливали Украину. Мы собирали гуманитарку, передавали игрушки для беженцев, организовывали поселения. Да, Украина сопротивлялась. Потому что это наши территории, на которые незаконно пришли войска РФ. Почему какая-то страна приходит и решает, какую территорию ей забрать? Так давайте каждый так будет вторгаться на чужие земли. Это то же самое, если я приеду в чужую страну, зайду в дом к людям и скажу, ну это теперь мое. Мне ваш родственник сказал, что хочет, чтобы я жил здесь, чтобы я спас его от ваших правил дома и приехал сюда. Прикольно? Я думаю, не очень. И меня бы сразу или прибили, или сдали полиции. Так и на нашу территорию пришли и начали диктовать свои права. Мы хотим Донбасс, мы хотим Крым. Вот так в мире нужно решать геополитические вопросы. По этому поводу четко высказалась Катя Асачия, украинская ведущая и журналист. Помним малазийский Боинг. Весь мир знает, что он был сбит из российской техники. Этому есть подтверждение. Мы помним Иловайск, Иловайский котел. Да, эта война преподносилась как гражданский конфликт, но нет. Эта война была в России с Украиной. И через 8 лет она получила официальный статус, когда к нам пришли российские танки, уже с опознавательными знаками, и российские военные в шевронах. Когда в ряде городов при поддержке России проходили пророссийские митинги, это были Харьков, Донецк, Луганск, Одесса. Но почему-то именно на Донбассе начались боевые действия. Потому что этот регион РФ завалила своими боевиками, оружием и пропагандой. И это уже доказанный факт. Доказательства подтверждают, что заводы, базирующиеся в Российской Федерации, производили большую часть боеприпасов для боевиков. И практически все их вооружения, в том числе штурмовые винтовки, гранатометы и противотанковые орудия. Давайте рассмотрим доказательства нахождения русских оккупантов на территории Донбасса. 24 августа 2014 года вблизи населенного пункта Зеркальный в Донецкой области украинские силовики задержали 10 российских десантников, при которых были личные документы и оружие. Все они оказались военными 331 полка 98-й Сверицкой дивизии воздушно-десантных войск Вооруженных сил России, военная часть 71-211. Задержанные это лично подтвердили. По словам российских десантников, они получили приказ по железной дороге прибыть для учений в район Ростова-на-Дону. В месте разгрузки эшелона им приказали закрасить белым цветом номера боевых машин, объясняя это необходимостью различать во время учений разное подразделение. После марш-броска длиной в несколько километров эти военнослужащие оказались на территории Украины, где их встретил огонь Вооруженных сил Украины. О том, что в Украине задержали именно российских военных, подтвердили тогда в Минобороны России, правда, добавив, что границу с соседним государством они пересекли случайно при патрулировании. Доказательствами российской агрессии на востоке Украины неоднократно становились и могилы российских военных, которые удавалось обнаружить журналистам и активистам. В частности, так стало известно об участии в боях на Донбассе псковских десантников. В октябре 2014 года в российском Кронштадте похоронили 18-летнего Женю Пушкарева, боевика-пулеметчика, сбежавшего из дома воевать на Донбассе против Украины. В начале 2015-го СБУ, в частности, разоблачило, что Россия пытается скрыть гибель своих солдат на Донбассе с помощью подмены их документов. В общем, несмотря на наличие большого количества весомых доказательств, подтверждающих, что российские военные оружия и техника вовлечены в боевые действия на Донбассе, Россия свою причастность к этому всячески отрицает. Это первая столица Украины. Харьков и область кошмарят с самого первого дня. У меня есть друзья, которые убегали под градами и постоянными обстрелами русских оккупантов. Этот красивейший город просто равняют с землей. Есть видео, как скинули ракету на площадь Свободы перед Харьковской облгосадминистрацией. На следующий день под обстрелы попали здания Национального университета имени Корозина и управления нацполиции в Харьковской области. Взорвали танковое училище и обстреляли дома в жилых районах. А также оккупанты не постыдились скидывать ракеты даже на Фельдман-экопарк. Там, где находятся животные. Или они тоже не нацисты. Только по подтвержденным данным, с начала войны в Харькове захватчики цинично убили более 500 мирных жителей. 88 из них спасателям пришлось извлекать из-под завалов. Поисковые работы не прекращаются. Благодаря работе спасателей на месте разрушенных построек за время войны удалось спасти 189 человеческих жизней, говорится в сообщении. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека считает, что реальные цифры потерь значительно выше. Поскольку многие сообщения по-прежнему нуждаются в дополнительном подтверждении. Это касается городов и сел, где продолжаются боевые действия. По данным ООН, это касается городов Изюм, Харьковская область, Мариуполь и Волноваха, Донецкая область. Ранее Министерство обороны России отмечало, что вооруженные силы РФ ведут огонь только по объектам военной инфраструктуры. Сообщения из Киева, Чернигова, Харькова, Николаева, Мариуполя и десятков других украинских городов не подтверждают это заявление Москвы. Обстрелы жилых районов ведутся с использованием артиллерии, реактивных систем залпового огня и баллистических ракет. Колонны бронетехники российской армии пытаются оцепить Киев и несколько областных центров недалеко от российской границы. Вообще, очень много городов пострадали от российской агрессии, и всего не описать словами. Но я думаю, все эти кадры будут показаны на Гаагском трибунале, и стране-террористу не сойдет с рук то, что они творили с 2014 года. И это все последствия русского мира, которые они пытаются перекинуть на нас. То, что мы бомбим свои города, а потом пытаемся спасти людей из-под завалов и вывести гуманитарными коридорами. Это ли не бред? Любой здравомыслящий человек в это не поверит. Доказательства говорят о другом. Очевидцы говорят о другом. Последствия для России скажут о другом. Украинцы крепко держатся за свою правду и за свою свободу. Каждый из нас, и мы будем бороться дальше, до конца. Тут даже слова излишни. Сколько боли в этих снимках. А СМИ РФ пытаются все перекручивать и подстраивать под себя. Технику с гуманитарной помощью, которую везет Украина в самые горячие точки, постоянно обстреливают оккупанты и не дают возможности доставить людям еду и питье. Организовывают гуманитарные коридоры и людей забирают эвакуационными автобусами, которые также постоянно обстреливают. А в автобусах находятся женщины, дети. На переговорах между РФ и Украиной оговаривалось в первую очередь возможности тихого времени и гуманитарных коридоров. Страна-агрессор обещала, что будет соблюдать договоренности. Но нагло врали. И каждый раз обстреливали гражданских эвакуационные колонны. Ну а потом по классике обвиняли в этом наших солдат, которые защищают мирных граждан. Наши люди из горячих точек приезжают на дырявых от пуль автомобилей с замотанными стрейчем и скотчем окнами. А на окнах таблички – дети. У меня нет слов. У этих русских освободителей нет ничего святого. Как говорится, помолились и пошли убивать. С Богом в добрый путь. Мариуполь – это боль. Там погибло невероятное количество людей. Обычных людей, как мы с вами. Не неонацистов. Ведь в роддомах и школах не сидят фашисты и бандеровцы. Уж такие клише нам присвоили горе-соседи. Там учатся и рождаются дети, которые ничего не понимают. Мы, в отличие от страны-агрессора, не навязываем детям откровенную ложь. Не делаем из них фашистов и не воспитываем агрессивную нацию. Недавно был случай, который меня затронул до глубины души. В Борисполе, в Киевской области, 11-летний мальчик пришел в комендантский час записываться в Тараборону, чтобы просто защищать свой город от оккупантов, которые пришли не освобождать, а убивать, которые пришли уничтожать все украинское. У нас дети с самого детства добрые, отзывчивые и бескорыстные. Второй случай с мальчиком, который хотел квадрокоптер. И когда ему подарили его родители, он сказал, давай отдадим его ЗСУ, им сейчас нужнее. Думаю, тут все сказано одной фразой. У нас дети, сидя в бомбоубежищах, рисуют рисунки для поддержания боевого духа наших солдат. И спрашивают мам, почему дядя нас так ненавидит, что хочет убить? За что? Я считаю, что украинцы не заслужили этого. Наши дети не заслужили такого детства. В Мариуполе людей хоронят в братских могилах, потому что оккупанты ведут постоянные артиллерийские и ракетные обстрелы по городу. Его просто там уже нет. Там одни руины. 16 марта сбросили на драматический театр сверхмощную бомбу, а внутри прятались люди. Они были в бомбоубежище, и благодаря этому многие выжили. Среди них были знакомые. Их достали 17 числа из-под завалов. В целом, это город-мученик. Как и Волноваха, их просто стерли с лица земли. Вы не найдете такого дома или места, которое не было обстреляно и которое не пропитано человеческим страхом, страданиями и кровью. Неужели обычные люди этого заслужили? Они заслужили, чтобы их дети умирали от обезвоживания и голода в 21 веке, потому что их лишили воды и еды? Они заслужили, чтобы на них скидывали бомбы? А НАТО боится нам закрывать небо? Это стыдно для Запада. Сидеть и смотреть, как гибнут люди, как происходит геноцид украинского народа. Осталось только взять попкорн и смотреть на этот фильм ужасов в реальном времени. И отгораживаться тем, что мы не хотим ввязываться, ведь начнется Третья мировая. Но она уже началась. Для меня всегда западные страны были показателем хорошего уровня жизни, стабильности и уверенности в завтрашнем дне. Я посещала Европу и хотела найти возможность попутешествовать этим летом. Но вместо этого я боюсь за свою страну, боюсь за свою жизнь, боюсь за жизнь родных, друзей, близких и всех украинцев. Мне не ясно, сколько еще должно быть отнято человеческих жизней, чтобы над нами закрыли небо или дали необходимое вооружение, чтобы мы сами его закрыли. Или наши города должны быть полностью разрушены. Украинцы показывают невероятную стойкость и мужество. Мы сражаемся не только за себя и свою страну. Мы сражаемся и за западные страны. Мы сражаемся за вас. Потому что если мы перестанем бороться, Россия пойдет дальше, только убивать уже ваших детей. Посмотрите на эти кадры с Мариуполя. Посмотрите на фото, где люди выложили слово «дети» перед театром, на которые скинули бомбу. Это было сделано для того, чтобы с воздуха было видно, куда не нужно бить. Но все это игнорируется. Окупанты как будто наслаждаются своим гнилым превосходством. Из-за блокады с 3 марта 2022 года в городе нет электричества, воды, газа, отопления и мобильной связи. Невозможно доставлять в город воду, продукты, лекарства и детские товары. В городе осталось более 100 тысяч мирных жителей. Блокадники вынуждены собирать дождевую воду, чтобы пить. Еду готовят на уличных кострах, а погибших хоронят прямо во дворах в братских могилах. Каждый день цифра убитых мирных жителей растет. Давайте за Мариуполь поподробнее. 1 марта глава ДНР Денис Пушилин заявил, что силы ДНР почти полностью окружили близлежащий город Волноваху. И вскоре сделают то же самое с Мариуполем. Позднее российская артиллерия обстреляла Мариуполь, в результате чего более 21 человека получили ранения. Осада усилилась 2 марта. В результате российского обстрела трое подростков, игравших в футбол на улице, получили ранения, один из которых позже скончался от полученных травм. Бойченко объявил, что город страдает от отключения воды и несет огромные жертвы. Он также сказал, что российские войска препятствуют выходу мирных жителей. Российская артиллерия почти 15 часов обстреливала густонаселенный район Мариуполя. В результате квартал был значительно разрушен. Заместитель мэра Сергей Орлов сообщил, что по меньшей мере сотни человек погибли. Автоколонна из 82 этнических греков смогла выехать из города по гуманитарному коридору. Утром 3 марта город снова подвергся артиллерийскому обстрелу со стороны российских войск. Эдуард Басурин, пресс-секретарь ополчения ДНР, официально призвал осажденные украинские силы в Мариуполе сдаться или столкнуться с точечными ударами. Представитель Минобороны России Игорь Коношенков сообщил, что силы ДНР ужесточили осаду и захватили три близлежащих населенных пункта. 4 марта Бойченко заявил, что Россия хочет стереть мариупольцев с лица земли и что запасы заканчиваются. Мэр призвал создать коридор гуманитарной эвакуации и отправить подкрепление украинским военным. Он также заявил, что российская артиллерия обстреливает городские больницы ракетами «Град», что у жителей города больше нет тепла, водоснабжения и электричества. Позже в тот же день было предложено временное прекращение огня в Мариупольском районе, чтобы дать возможность гражданам эвакуироваться. 5 марта правительство Украины объявило о своем желании эвакуировать 200 тысяч мирных жителей из Мариуполя. Международный комитет Красного Креста объявил, что выступит гарантор нового прекращения огня, чтобы разрешить эту эвакуацию. Красный Крест охарактеризовал ситуацию в Мариуполе как чрезвычайно тяжелую. После трех дней обстрелов было объявлено о прекращении огня с 11 до 16.00. Мирных жителей начали эвакуировать из Мариуполя по гуманитарному коридору в город Запорожье. Однако, когда жители вошли в эвакуационный коридор, российские войска продолжили обстрел города, в результате чего эвакуация сорвалась и эвакуированные были вынуждены повернуть назад. Позднее украинские власти сообщили, что российские войска не соблюдают режим прекращения огня и приказали отложить операцию, поскольку российские войска продолжали обстрел города. Российские официальные лица обвинили украинские силы в том, что они не позволяют мирным жителям эвакуироваться в сторону России. В ДНР сообщили, что из Мариуполя эвакуировано только 17 мирных жителей. 6 марта Красный Крест сообщил, что вторая попытка начать эвакуацию мирных жителей из Мариуполя не удалась. По словам украинского чиновника Антона Герасченко, вторая попытка создания гуманитарного коридора для мирных жителей в Мариуполе закончилась российской бомбардировкой. Красный Крест также сообщил, что в Мариуполе были опустошительные сцены человеческих страданий. Позже утром депутат украинского парламента Инна Савсун написала в Твиттере, что топливный трубопровод, который снабжает Мариуполь, был поврежден российскими войсками. В результате чего люди остались без тепла и предположили, что они могут замерзнуть насмерть, так как температура часто ниже нуля градусов. Аль-Джезира сообщила, что обстрелу подверглась последняя функционирующая вышка мобильной связи в городе. 7 марта основной газопровод Мариуполя был обстрелян, что привело к прекращению снабжения газом. По сообщению российских СМИ, в боевых действиях под Мариуполем 6 или 7 марта погиб командир российского мотострелкового полка. 8 марта была предпринята еще одна попытка эвакуации жителей, но правительство Украины снова обвинило Россию в нарушении режима прекращения огня и в бомбардировке эвакуационного коридора. Владимир Зеленский сообщил, что 8 марта в Мариуполе от обезвоживания умер ребенок. Другая девочка Таня Мороз 6 лет была убита вместе с мамой, которая пыталась спасти дочку. 9 марта попытка прекращения огня с целью установления гуманитарного коридора не удалась после того, как Сергей Орлов сообщил, что российские солдаты открыли огонь по строителям и эвакуационным пунктам. Орлов описал нехватку припасов как настолько серьезную, что жители растапливали снег, чтобы получить воду. Местные украинские чиновники сообщили, что им пришлось вырывать братскую могилу для погибших гражданских и военных, поскольку нормальные захоронения стали невозможным. На 9 марта по заявлению батальона Азов российские войска продолжают обстреливать город, убивая при этом мирных жителей и разрушая их дома. Позже, в тот же день, Горсовет выступил с заявлением о том, что в результате авиаудара России были повреждены роддом и детская больница. Украинские официальные лица заявили, что по меньшей мере 17 мирных жителей были ранены, среди которых медперсонал и роженицы. А авиаудар был нанесен во время режима тишины, который был объявлен Россией накануне. Сначала Россия отрицала бомбардировку больницы, но позже министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия бомбила родильный дом, потому что он был занят батальоном Азов. По уточненным данным, властей города погибли три человека, в том числе один ребенок. Днем 10 марта посольство России в Великобритании сообщило в твиттере, что двух беременных женщин, пострадавших от обстрела, на самом деле сыграла одна и та же женщина, украинский бьюти-блогер с реалистичным макияжем. А родильный дом был занят батальоном Азов. И ни женщин, ни детей там не было, так как учреждение было недействующим. Позже твит был удален за нарушение правил. Далее в тот же день на брифинге Министерства обороны России опять отрицало, что российская бомбардировка роддома когда-либо имела место. На сегодняшний день тяжело подсчитать то количество погибших обычных людей блокадного города. Каждая ночь для нас проходит в страхе. И не за то, что придут русские. С ними мы справимся. Никто не будет стоять в стороне. Я не боюсь их. Я ненавижу этих оккупантов. У меня к ним дикая неприязнь и ярость. Страшно мне после беспокойного сна читать новости. Понимаю, что за ночь могли убить прекрасных, работящих, талантливых, душевных и самых лучших украинцев, которые не заслужили всего этого. Мое сердце разрывается от этой боли из-за своих соотечественников. Из слов Сергея Орлова, заместителя городской головы Мариуполя. Ситуация с погибшими действительно сложная. Правда в том, что мы не можем подсчитать количество погибших. Мы ориентируемся на последние цифры, которые получали от полиции, когда еще можно было это сосчитать. Мы понимаем, что ежедневно погибает от 100 до 120 гражданских лиц. Можете сами подсчитать то оценочное количество погибших, которые находятся в городе Мариуполь. Будем откровенны, мы не можем, к сожалению, добраться до всех жителей, которые заблокированы или погибли в своих квартирах, разрушившиеся под постоянными обстрелами и бомбардировками. Мариупольцы, оставшиеся в городе, сейчас находятся в информационном вакууме. Люди напуганы под бомбежками, обстрелами. И нередкие случаи, когда в подвале открывается дверь, заходят солдаты и говорят «эвакуация, быстро!». Конечно, люди выходят, садятся в автобусы и понимают, что сегодня они направляются не в сторону мирных городов Украины, а едут в Россию. Такие случаи не единичны. Более 15 тысяч человек таким образом были эвакуированы либо из-за отсутствия выбора, либо под тяжестью обстоятельств, но точно не добровольно. Когда вражеские войска отбрасывают из городов, куда они отступают? Правильно, в села. А что они там делают? Грабят, убивают и насилуют. Они забираются в чужие дома, выгоняя жильцов, которые не успели сбежать. Если в доме есть оружие, и они об этом узнают, то это верная смерть для несчастных украинцев. Русские отбирают все, от материальных ценностей, вроде драгоценностей и техники, до консервации и домашнего скота, оставляя людей без возможности выжить самим, потому что это нелюди. Не пропускают помощь от волонтеров и сбежать не дают. Мои знакомые видели это своими глазами. Они закапывали все ценное, чтобы не нашли эти нелюди. Закапывали в 2022 году. Притом, следуя из перехватов телефонных разговоров, орки кайфуют от грабежа и издевательства над мирным сельским населением. Это самая болезненная тема. Сколько страданий принесли русские оккупанты на нашу землю. Сегодня война длится более месяца, и погибло уже более 140 детей. Точность и считать невозможно, из-за того, что оккупационные войска ведут активные боевые действия. Очень много новорожденных остались без родителей. Очень много детей осталось без родительского тепла и заботы в войну. Если посмотреть на эти кадры, неужели ни у кого не ёкнет сердце? А это мальчик Саша, ему четыре. Он пропал при попытке эвакуироваться через реку Днепр. Пытаясь спастись от оккупации, отважились на лодке пересечь Киевское водохранилище 10.03 с бабушкой и любимыми собачками. Связь с ними была утрачена. Бабушку нашли мёртвой 11 марта. Тело родным не удалось забрать. Попросили местных жителей провести захоронение. Саша со своей бабушкой и другими взрослыми эвакуировался на двух лодках. Одна довезла людей до города Ровжи. Вторая лодка, в которой находился мальчик, перевернулась. Саша и ещё шесть взрослых с этой лодки пропали. Ребёнок был в спасательном жилете. Родители его до сих пор ищут. Это только одна история из сотен. Некоторых детей похищают и вывозят за границу. Некоторые теряются. А некоторые погибают под вражескими пулями и ракетными авиаударами. На сегодня более миллиона детей были вынуждены уехать из своих домов, разлучиться с отцами, потерять детство. Но почему-то Запад всё равно не реагирует на просьбы закрыть небо. Только один вопрос, что вы будете делать, если Россия придёт убивать ваших детей. Я думаю, сразу же закройте небо и дадите отпор. Но почему жизни украинских детей не так важны? Почему сотни искалеченных судеб не трогают вас? Миллионы украинцев вынуждены разлучаться с мужьями, отцами и братьями и уезжать. А мы всего лишь хотим жить, и чтобы рядом были родные люди, а не летающие над головами ракеты и вражеские пули, от которых не спрятаться нигде, которые оставляют людей калеками и рушат семьи. Окупация атомной электростанции – это ядерный терроризм, который опасен для всего мира, имеющий ужасающие по своей длительности и масштабности последствия. По факту, для агрессора это похоже на спиривание сука, на котором сидишь. Ведь итог в дальнейшей и очень ближайшей перспективе – мучительная смерть для всего живого, в первую очередь для оккупантов, и выжженная ядерная пустыня на огромных площадях. Но все это не остановило ни военное руководство страны-агрессора, ни саму армию, что совсем не укладывается в голове, и очень четко показывает отношение этого руководства, в первую очередь, к своим людям. В первый же день войны, в последствии ожесточенных боев, Россия захватила Чернобыльскую атомную электростанцию с хранилищем отработанного ядерного топлива. Напомним, 10 июля 2019 года был введен в эксплуатацию и официально передан Украине новый безопасный конфеймент, он же защитная арка, построенный над саркофагом, который закрывает разрушенный в 1986 году четвертый энергоблок Чернобыльской атомной электростанции. Авария 26 апреля 1986 года на Чернобыльской атомной электростанции является одной из самых масштабных техногенных катастроф в мире. Впоследствии нее в атмосферу попало большое количество радиоактивных веществ. В результате этой трагедии было полностью эвакуировано население всех населенных пунктов в радиусе 30 километров вокруг ЧАЭС, в том числе и население Чернобыля. Радиоактивное облако прошло над большой частью Европы. Чернобыльская катастрофа считается одной из крупнейших техногенных катастроф в мире по количеству погибших и пострадавших, а также по уровню причиненного экологического ущерба. Сегодня весь мир очутился перед новой страшной угрозой ядерной опасности. Российские вооруженные группировки захватили все объекты Чернобыльской АЭС. В хранилищах отработанного ядерного топлива ХАЯТ-1 и ХАЯТ-2 имеется более 22 тысячи отработанных тепловыделяющих сборок реактора. В ужасных руках агрессора это значительное количество Плутония-239 может превратиться в ядерную бомбу, которая превратит тысячи гектаров в мертвую безжизненную пустыню, заявили в министерстве. 9 марта стало известно, что впоследствии действия оккупантов ЧАЭС была обесточена, что грозило повторением катастрофы 1986 года. Станцию подключили к резервным дизель-генераторам. Из-за непрекращающихся боевых действий персонал ЧАЭС смог начать ремонт только вечером 10 марта, но только к 15-му часу энергоснабжение удалось восстановить. Стоит отметить, в каких ужасных условиях находились работники станции, ставшие заложниками оккупантов. Это подготовленные профессионалы своего дела, проходящие серьезную подготовку, прежде чем быть допущенными к работе на ЧАЭС. Но даже у таких людей небезграничные ресурсы организма. В течение 600 часов эти герои боролись с последствиями действий оккупантов. Находясь все это время в невероятно психоэмоциональном напряжении, работая под дулом автоматов, абсолютно непредсказуемых и неадекватных захватчиков. Только 20 марта удалось провести частичную ротацию и вывести 64 человека. 50 человек сменного персонала ЧАЭС, 9 служащих Национальной гвардии Украины, 8 женщин и 1 онкобольной, 1 служащего Государственной службы чрезвычайных ситуаций и 4 сталкера. На замену эвакуированного персонала ЧАЭС отправили 46 добровольцев-работников станции для выполнения служебных обязанностей и обеспечения функционирования предприятия, сообщает предслужба предприятия. Неадекватные действия захватчиков привели в том числе и к ужасающим пожарам в Рыжьем лесу, получившим такое название из-за приобретенного характерного цвета после принятия на себя наибольшей доли выброса радиоактивной пыли во время взрыва реактора в 1986 году. Вероятное возгорание произошло в результате вооруженной агрессии Российской Федерации, а именно попадания снаряда или умышленного поджога. Также оккупантами была разграблена уникальная центральная аналитическая лаборатория в Чернобыле стоимостью 6 миллионов евро. Она является уникальным комплексом с мощными аналитическими возможностями, может предоставлять услуги на любом этапе обращения с радиоактивными отходами от кондиционирования до захоронения, а также на стадии исследования и разработки технологий. Но, к сожалению, на ЧС Рашисты не остановились. И уже 4 марта была захвачена еще одна атомная электростанция «Запорожская», которая является крупнейшей в Европе. Она расположена в степной зоне на берегу Каховского водохранилища в Запорожской области Украины, в городе Энергодар. И если на ЧС 4 энергоблока, в Запорожской их 6, из которых на данный момент работают 2. Но топливо есть во всех. При взрыве на этой АЭС последствия будут в 10 раз хуже, чем в Чернобыле. Во время захвата военными силами Российской Федерации снаряды попали в здание учебно-тренировочного центра Запорожской АЭС. Год назад его показали изнутри. В полномасштабные тренажеры, где все оборудование реактора собрано в натуральный размер. Когда-то сюда приезжали учиться иностранцы и проходили экзамен работники самой станции. Теперь все это сожено вражеским огнем. Пожарные машины пропустили только к утру. В полуперестрелке оккупанты попали в здание первого энергоблока самой станции в так называемый грязный переход. Об этом сообщил президент энергоатома Петр Котин. 16 марта в результате вражеских обстрелов россиянами была повреждена высоковольтная линия электропередачи ЗАЭС Каховская 750 кВт, через которую осуществляется выдача электроэнергии на Запорожской атомной электростанции. Таким образом, из четырех высоковольтных линий рабочей осталась только одна. Следовательно, мощность двух работающих энергоблоков ЗАЭС была уменьшена. Из-за активных боевых действий только к 19 марту удалось произвести ремонт и восстановить линию электропередачи. Персонал ЗАЭС также находится под психологическим давлением и может совершить опасную ошибку, которая приведет к катастрофе. Для того, чтобы управлять работой АЭС, враг завез на ее территорию 11 сотрудников Росатома, которые постоянно давят на украинских инженеров. Но, несмотря на это, эксплуатация АЭС производится исключительно персоналом Запорожской АЭС. Происходит постоянная ротация. Формально, россияны не вмешиваются в работу станции, но заставляют персонал все технические решения согласовывать с их командиром, сообщают в энергоатоме. Стоит отметить, что помимо ядерного терроризма, русские оккупанты абсолютно пренебрегают законами ведения боевых действий и здравым смыслом. Они скидывают на города вакуумные бомбы, используют фосфоросодержащие снаряды, которые запрещены Женевской конвенцией, угрожают нападениям на ЕС, что фактически приведет к Третьей мировой войне. Термобарические бомбы, или вакуумные, как я сказала выше, фактически высасывают кислород из окружающей среды, чтобы произвести взрыв при более высокой температуре, чем обычные бомбы. Мы никакие не братские народы. У нас абсолютно разные ценности в жизни и менталитет. Предки современного русского человека вынуждены были куда-то мигрировать, кого-то завоевывать, быть агрессивнее, чтобы обеспечивать себе условия проживания. Украинцу не нужно никого завоевывать. Агрессия не в его натуре. Если украинца никто не трогает, он ни на кого не нападает. Конечно, защищаться нужно, но завоевывать нет необходимости. Начать стоит с истории, которую русские пытаются переписать. Ведь Русь – это территория вокруг Киева, в то время как территория современной России называлась Залесье. И хотя истоки всего украинского, белорусского, русского и литовского частично идут из Киева, но эти народы развивались отдельно, ведь происходили в разных исторических условиях. В Украине все это время оставались демократические традиции, в то время как в Москве были ордынские порядки с возвеличиванием правителя. Во времена коммунистической пропаганды историю Украины переписали как предаток к российской истории, сделав ее второстепенной на фоне событий в России. Хотя это не соответствовало настоящему развитию событий. То же самое относится и к культуре. Российская пропаганда всегда пыталась изобразить украинскую культуру как часть российской, где украинцы должны ориентироваться на российские образы. Но украинская культура является уникальной и самодостаточной. Мифы о братских народах или едином народе совершенно искусственные. Концепция братских народов это больной вымысел советской пропаганды на замену российско-имперской концепции три единого народа. Это попытка насильно привязать украинскую историю к российской и оспорить право украинцев и белорусов на собственный исторический выбор. После Евромайдана это совершенно потеряло смысл. Сейчас, чтобы обосновать и оправдать агрессию против украинского народа, кремлевская пропаганда начала говорить о едином народе. Они вплетают сюда и защиту православия. Но мы не единый народ и никогда им не были. Если мы хохлы, как русские говорят, в надежде оскорбить, нахлебники, бездельники, предатели и местами даже фашисты, зачем они нас так параноидально добиваются? Методом шантажа и угроз пытаются включить в свои альянсы и интеграционные проекты. Зачем такой балласт для возрождения русского величия? Русские считают, что встают с колен, когда их начинает презирать весь цивилизованный мир, когда против них вводят санкции, а мы считаем, что встаем с колен, когда чувствуем, что способны поставить на место взорвавшегося гаишника, министра или даже, как демонстрируют опыт, президента. Мы способны публично критиковать и осуждать тех политиков, которые мешают нашему движению вперед и подыгрывают русской пропаганде. Русские, в свою очередь, пытаются оправдать любой бред и хрупоров пропаганды. Русские готовы терпеть экономические трудности в нищете, но с великой мечтой ради того, чтобы вернуться в прошлое. Мы готовы терпеть трудности ради того, чтобы, наконец-то, после стольких лет проб, ошибок и оглядок по сторонам сделать рывок в будущее. Русские хотят особого пути для России. Мы же, в свою очередь, все больше убеждаемся, что аргументы о славянских особенностях, особых православных ценностях, это просто очередной повод законсервировать ситуацию. Не менять дряхлые институции, отказаться от реформ и волком смотреть на весь мир. Ну или дружить с теми, кто готов по разным причинам поддержать любое русское безумие. Хотя, согласитесь, быть в компании самых развитых стран мира намного приятнее, чем в компании при всем уважении Судана, Зимбабве, Северной Кореи, Никарагуа, Венесуэлы, которые поддержали Россию в Генассамблее ООН. Мы очень рады, что у русских сейчас появилось столько гордости за свою страну. Но мы часто искренне удивляемся, почему они так гордо расхаживая в куртках Сочи 2014 на отдыхе в австрийских Альпах и Ленице. Напрочь не желают ехать отдыхать собственно в Сочи. Русские продолжают из года в год праздновать великую победу. А у нас человек, который носит георгиевскую ленточку сегодня, звучит уже не гордо, даже угрожающе. И все чаще в шутку, но явно без симпатии, называется не иначе, как колорадом. После начала войны в 2014 году русские попросту обгадили даже ленту, которая ранее являлась символом победы. О менталитете может сказать многое даже потому, как практически весь мир болеет за украинцев, в то время, как русские рыдают по закрытию инстаграма. Посмотрите на этих звезд, просто посмешище. Не вижу по сравнению с войной никакой серьезной проблемы от закрытия соцсетей. Люди живут как в параллельной реальности, потому что засыпают в теплых кроватях и идут на работу или прогулку без страха. Не слышат сирены и взрывы каждую ночь. Почему-то ни слова не сказано про ужасы войны, про детей, про то, чтобы люди одумались и выходили огромными толпами на митинги. Генпрокуратура РФ в Роскомнадзор лишила таким образом инстаблогеров из России, которые и так теряют доступ к популярным соцсетям главного заработка, ведь инстаграм для многих стал бизнесом. И пока у российских инфлюенсеров были считанные часы, чтобы насладиться доступом к инстаграм, они активно записывали слезящееся видео, на которых в отчаянии рассказывали, что просто не представляют своей жизни без соцсетей. Пока российские селебрити терпят огромный финансовый крах, пользователи в комментариях отмечают, что блогерам теперь придется изменить сферу деятельности и пойти работать. А знаете, что отделяет еще нас? То, с каким наслаждением в комментариях под слезливыми видео блогеров люди пишут. Наконец-то вы не будете зарабатывать так легко, наконец-то вы пойдете работать, радуясь, что кто-то будет жить хуже. Только они не учли одного, у блогеров есть финансовая подушка. Да, они будут жить немного хуже и зарабатывать станет сложнее, но те, у кого финансовой подушки нет, они будут выживать. Почему-то в Икею и за трусами от Виктории Сигарет люди ломятся и стоят в очередях, а как выйти против войны и за свою свободу? Одна отговорка нас бьют и садят в автозаки. Давайте вспомним Майдан в Киеве. Нас не били, нас убивали. Но мы не сдавались, мы не хотели быть рабами, у нас не заберут свободу. Вот вам и еще одно отличие. Некоторые говорят, что Путин не равно России. Нет, равно, потому что люди терпят его уже более 20 лет и ничего не делают с этим. Им нравится все, что творят с ними. То, что каждый год страна становится еще более нищей. Стоит выехать за пределы Москвы. То, что у людей забирают свободу слова и не разрешают высказывать свое мнение. За него могут посадить в тюрьму. За те деньги, на которые правительства каждый день уничтожают Украину, для примера, одна ракета Калибр стоит 6, с половиной миллиона долларов. Стоимость запуска 26 ракет Калибр 170 миллионов долларов, или 5 Су-27, или 7 МиГ-29. А таких ракет запущено было очень и очень много. Но денег нет, а вы держитесь. Воюйте в магазинах за сахар и прокладки, пока ваше правительство тратит целое состояние на уничтожение другой мирной страны, в то время как ваши старики на мусорниках дерутся за просрочку. Эти огромные деньги можно было вложить в образование, в медицину, поднять социальные выплаты нуждающимся. Но нет, зачем? Зачем? Власти РФ и их родные лечатся за границей, в той самой загнивающей Европе и в ужасном США. А дети получают там образование и паспорта. Но люди, которых власть дует как скот, продолжают поддерживать этого диктатора с его сворой шакалов и готовы проглотить все. К тому же, каждый гражданин России, платящий налоги, априори жизнь политиков и их семей. Вот и думайте, какие мы после этого братские народы. В России просто многие верят всему, что скажут в телевизоре и идут как зазомбированные, потому что так проще. Проще поверить в то, что они великая нация, а все вокруг плохие и вам завидуют. Чему завидовать? Что Россия в полной яме и падает все еще глубже? Не могут быть вокруг все плохие, а они одни хорошие. Возможно, это повод задуматься. Я четко разделяю людей на адекватных и неадекватных. У меня есть знакомые в России и большинство моих подписчиков с основного канала из России. Есть те, кто пошли на митинг, есть те, кто ненавидит диктатора у власти и борются с этим как могут. Но даже они подтверждают, что большинство людей за войну. О чем можно говорить дальше? Они готовы сдавать своих властям, тех, кто думает иначе, прям как при обожаемом Путином совке. Когда все повально стучали на друг друга. Они не цельный народ, не сплоченный. Они радуются тому, что те, кто жил лучше, потеряли многое. И не все среди них воры. Многие честно работали, но когда тебе самому плохо, когда кому-то хуже, чем не повод для радости. Они готовы отдать своих детей, как пушечное мясо на войну за русский мир. Только мира-то этого скоро не будет, учитывая санкции, которые уже получила Россия. Задумайтесь, что творит их будет смотреть это видео. Задумайтесь, почему весь мир против России? Если от всех воняет, то может ты обосрался? Грубо, но правда. Подумайте, почему вас сейчас ненавидят? Подумайте, почему никто не хочет, чтобы вы приезжали к ним? Потому что ваш диктатор сделал все возможное против своей страны, а вы не способствовали, чтобы это остановить. Он не думал о народе России и не думает. Он вгоняет вас в еще большую нищету. Я понимаю, почему украинцы ненавидят русских, потому что Россия страна-агрессор. Русские пришли убивать детей и рушить города по всей Украине. И когда я говорю Украине, имею в виду и Донецк с Луганском, потому что там люди страдают так же, как и все остальные территории нашей независимой Украины. Когда вы вторглись с войной в 2014-м, люди России спокойно приезжали к нам. Никогда не было к обычным гражданам плохого отношения. Я не беру во внимание быдла, которое везде есть. Но сейчас все отношение бесповоротно утеряно. Навсегда. У моего мужа есть родственники, которые будто зазомбированные верят телевизору. Соловьеву, Путину, Скобееву. В их бредни и не присутствуя на территории Украины, они утверждают, что у нас не гибнут люди, что русские орки не разрушают города. Но когда мы смотрим на улицу, получаем видео от друзей из горячих точек и видим это своими глазами сразу вопрос «Что? Вы вообще адекватные? Вы знаете лучше, чем мы, которые все это видят лично?» Муж обрубил все связи со своими сестрами-тетей, а его мать со своей сестрой, которые были для них самыми родными людьми. Из-за того, что они всецело верят своему диктатору и поддерживают все, что он говорит. Даже если нас убьют, они будут кричать «ЗА РУССКИЙ МИР!» А люди подвержены чистке мозгов и пропаганде. Но остаются умные, которые в это не верят. И я надеюсь, что это общество будет расти. Русскому народу придется не одно десятилетие очищаться от этого, как бы печально это ни было. Только, как и немцам, от этого не отмыться. И ваши внуки и правнуки будут ходить с клеймом расшистов до конца своей жизни. На вопрос «В чем сила?» я как украинка отвечу. В единстве. Для соседней страны-агрессора сила в силе. Поэтому они заветомо проиграли в этой войне. Ничем не спровоцированное и не оправданное вторжение России в Украину, а также массовые кампании под дезинформацией и манипулированием информацией с их стороны. Тут очень важно отделять факты и ложь, придуманную для оправдания того, что невозможно оправдать. Факты заключаются в том, что Россия крупное ядерное государство, напала и вторглась в мирную и демократическую соседнюю страну, которая не представляла для нее угрозы А сейчас Путин угрожает расправой любому другому государству, которое может прийти на помощь народу Украины. Такое применение силы не место в 21 веке. То, что делает президент Путин является не только крупным нарушением международного права, но и нарушением основных принципов человеческого сосуществования. В его решении вернуть войну в Европу мы видим возвращение закона джунклей, где прав самый сильный. Цель не только Украина, но и безопасность Европы и весь международный порядок, основанный на системе ООН и международном праве. Его агрессия уносит жизни невинных людей, лишая их возможности жить. Чтобы оправдать свои преступления, Кремль и его сторонники уже несколько недель назад развернули масштабную кампанию дезинформации. Мы видели, как российские государственные СМИ распространяют ложь в социальных сетях с целью обмана и манипулирования. Кремлевские пропагандисты называют вторжение спецоперацией. Но этот циничный эвфемизм не может скрыть того факта, что мы являемся свидетелями полномасштабного вторжения в Украину с целью подавления ее свободы, законного правительства и демократических структур. После начала войны против Украины мир уже никогда не будет таким, как прежде. Украинцы не будут такими, как прежде. Все маски сняты. Каждый показал, кто есть кто. Люди не дают оккупантам завладеть их городами, идут на вооруженных оккупантов с флагами и гимном, останавливают танки голыми руками, объединяются, помогают друг другу, отбирают военную технику агрессоров и ничего не боятся, потому что мы защищаем свою свободу, мы защищаем свою независимость. Украинцы проявили мужество, которое заслуживает восхищения и поддержки. Они готовы защищать свои дома, офисные служащие разбирают автоматы, а учителя делают коктейли молотова. В то время, когда народ России дерется за сахар и каждый сам за себя. В то время, когда они видят и слышат от родственников, что происходит, слышат правду и отрицают ее. Говорят, что нас обстреливают наши воины из СССР, что мы делаем монтаж всех видео и фото, придумывают абсурдные вещи о каких-то биолабораториях с птицами, зараженными чумой, которые полетят в Россию и разносить заразу, химическом ядерном оружии в Украине, каких-то сатанистов и так далее. И абсолютно затуманенным разумом верят своему фюреру, цепляя на себя новую свастику. Это абсолютный фашизм. Это хуже, чем в сороковых годах. Беспринципность и глупость. Нежелание читать и изучать. Ведь глупым народом легче управлять. Мы не нуждаемся в спасении. Уйдите с наших территорий. Уйдите с нашего дома. Оставьте нас в покое и будьте, наконец-то, думающими людьми. Не стадом. Я очень горжусь, что я украинка. Наш народ это мощь, сила и чуткость, умение сопереживать и любить. Впервые наш народ настолько един с президентом, самым отважным и смелым. Еще недавно были опасения, что Зеленский сдаст Украину в случае вторжения России. Но они оказались напрасными. Мы убедились, что он человек с большой буквы, любящий свою страну. Он обходит Путина на его поле сильного лидера и выигрывает в информационной войне. Он неустанно борется с Россией с помощью телефона. И для связи с западными лидерами, которых призывает вводить все новые ограничения против России. И для связи со своим народом, для которого записывает видео, держит в курсе, убеждая не верить слухам. Наш президент с нами с самого начала и будет до конца. Он обращается к украинцам, русским, белорусам на русском, украинском, а к западным лидерам на английском. Он проявляет хладнокровие и решительность, не забывая про чувство юмора. И все это, несмотря на то, что оставаясь в Киеве, он подвергает себя опасности, ареста или смерти. «Мне нужна помощь с патронами, а не с отъездом». Так он ответил американцам, предлагавшим эвакуировать его из украинской столицы. «Мы боремся за правду, за свое будущее, а именно поэтому победа обязательно будет за нами. Украинцы, я желаю нам мирного неба над головой и мощного, непоколебимого боевого духа. Еднаємося! Слава ЗСУ, слава Україні! Смерть ворогам! Слава ЗСУ! Слава reinventу! Продолжение следует...